Позвольте у вас начать с фотографией с Эдуарком, смартфоном и так далее? Потому что в моей фотографии есть частичка меня. Как был период для вас пандемии? Ужасная. Пандемия играла такую роль, что из фотографа я перебралась в такую категорию как строитель. Но я думаю, что для Молдовы это обыденно. Сколько я учусь, я учусь каждый день от когда взяла фотоаппарат в руки. Вот. Клинусь. Ва салтам, славяне сприятни, и ва спуним бина иди винит на эмисионе «Директия Сукчес». О эмисионе в которой мы поговорим с теи, которые у решили в Республика Молдова. Сегодня мы поговорим о домене, который появился в середине, но который притекает имплоарь в 1921, и иначе о арте фотографии, вместе с лепататом Надежда, фотограф, из города Кахул, который уже успел создать имплоарь в этот город. Здравствуйте! Здравствуйте! Очень приятно с вами познакомиться поближе. Фотография, как я уже сказал, в середине 21, это очень много арте или бизнес? Я больше склоняюсь тому, что это искусство. Если смотреть на фотографию, как на бизнес, то я считаю, что успеха, в принципе, ты не добьешься. Я лично смотрю на свою фотографию, как на искусство, потому что в моей фотографии есть частичка меня. Можно зарабатывать на этом деньги, но больших денег ты из этого не заработаешь, пока ты не будешь иметь имя мировое. То есть, если ты уже имеешь мировое имя, то тогда, да, ты можешь брать большие деньги с этого. А когда ты, никто из вас тебя никак, естественно, с этого больших денег ты не заработаешь, потому что люди не понимают еще этот вид искусства. В Молдове это возможно? Возможно. Но очень сложно к этому прийти. Я вообще считаю, что нет невозможных вещей. Все возможно в этом мире. Просто каждая определенная вещь, она нуждается в больших усилиях, в меньших усилиях. В каком времени активирует фото.го? Фото.го уже существует два года. Стабильно. И где-то появилась идея для открытия этих оккупаций? Такая была ситуация, что у моего мужа был фотоаппарат уже дома, он мне предложил попробовать, фотографировать. Естественно, я, как все мои подписчики, все мои клиенты думала, что нажать на кнопочку фотоаппарат у тебя сразу получится шедевр, и эксклюзив, и никаких пост-продакшенов, и каких-то усилий прилагать больше не потребуется, но оказалось это не так, и вот просто попробовала. И как ты научил это делать? Эжедневная работа над собой. Это, в первую очередь, работа над тем, что тебе нравится. Во вторую очередь, это работа над теми знаниями, которые ты обладаешь. В принципе, для того, чтобы добиться хорошей фотографии, необходимо как минимум 5-6 человек в команде. Это человек, который будет делать макияж, это человек, который выставляет свет на съемочной площадке, и фотограф, естественно, и дополнительно пост-продакшен. Пост-продакшен — это люди, в принципе, которые работают в фотошопе, да, это те, которые работают с частотным разложением, с доджемберном, это... Мне мой муж говорил, что это нереально, но учитывая то, что я очень амбициозный человек, и нереальных вещей я не представляю, что они существуют, нереальные вещи. Поэтому я считаю, что это реально, и я над этим работаю, у меня есть успех, есть прогресс в этом. А я не изучала, но для того, чтобы понимать, как правильно фотографировать, как правильно обрабатывать снимок, нужно знать не только технику и само фотографирование, необходимо знать также, как наносить макияж, допустим. Как общаться с людьми, элементарно, как расслабить человека, немножко и психология в этом есть. Почему не возможно сделать фотографии только с смартфона? Потому что смартфоны на данный момент очень хорошие результаты дают. Некоторых фотографов действительно переплевывает смартфон. Фотография, качество фотографии очень выросла. Почему не реально сделать фотографию такую? Потому что есть постпродакшн. Камера сама, она заключает в себе очень много информации. И если ты не умеешь эту информацию правильно вытянуть, правильно обработать, то в принципе разницы никакой нет. Если ты смотришь, брать камеру для себя личного пользования или брать телефон, то для личного пользования я рекомендую больше брать телефон. А если уже как искусство, как творчество, то конечно же камера, она больше возможностей дает. Как ты успел создать ресурсы для обработки? И почему ты хотела обработку для обработки, чтобы начать работу для финансирования? Если ты хочешь иметь качественные фотографии, то тебе нужно иметь качественное оборудование. То есть, в классе. У меня есть объективы, на которые некоторые фотографии говорят, что если у тебя есть такой объектив, то ты major. Не знаю, насколько это так, мне лично повезло, что у меня есть муж, насчет техники, полностью он отвечает за технику, за свет. Он все оборудование подготовил, принес только для того, чтобы я могла развиваться в том, что у меня есть в искусстве. Как дуреаза сессиуна фото для фотографирования пына ла леврая фотографиилор? Где-то до двух недель. Сама обработка, допустим, одного снимка раньше занимала, у меня именно такого с ретушью снимка, тяжелого снимка, занимала раньше две недели именно за компьютером работы. Каждый день. Утром вставала с восьми до пяти, я каждый день сидела за компьютером. Сейчас для того, чтобы сделать такой же снимок, мне необходима час. Ну, нащелкать кадры всегда намного легче. Ты сделал себе снимки. Естественно, после того, что тебя ожидает дома, за компьютером, вот это самое сложное. Потому что там необходимо больше устичивости, там нужно тренировать, как тренируешь мышцы, так же тренируешь глаза, для того, чтобы увидеть какие-то определенные дефекты кожи, пятна. На что необходимо обратить внимание, что нужно убрать, что нужно добавить. На что есть самый важный процесс для фотографирования или постпродукции? Я считаю, что постпродукция, она все-таки играет намного важнее роль, потому что снимки мы делаем все, все фотографы делают снимки. Но в топ выходят не абсолютно все снимки. Выходят только с хорошим постпродакшеном. Я не могу сказать, что я сейчас являюсь самым топовым и самым крутым фотографом, но я к этому стремлюсь. Я считаю, что я больше портретист. Я пробовала найти себя и в природе. Я не могу сказать сто процентов, что я себя уже полностью нашла, но моя душа больше склоняется к людям. Мне легче с людьми найти ракурсы, найти общий язык, найти какие-то их внутренние какие-то мысли и раскрепостить их для того, чтобы сделать именно тот кадр, который они захотят распечатать. Ты снимаешься в другом фильме. Да. Повестишь ли ты про частые экспириенции? Мне сейчас 25 лет. Мне сейчас 25 лет. Когда в фильме я снималась, я точно не помню, какой это год был. Я помню, что я была лет 15 не было, наверное. Не буду врать. Где-то приблизительно так. Я всегда была очень творческой натурой. И меня привлекало то, что других отталкивало. Я никогда не боялась быть белой вороной среди черных ворон. И когда мне был шанс сыграть в фильме, естественно, я попытала свое счастье и играла главную роль в фильме «Остатки надежды». Разве это кого-то будет волновать? Ну, родных, например. Хм, родные? Родным давно наплевать. Не подходи ко мне. А давай вместе прыгнем? А тебе-то зачем? А мне жить скучно. Ничего интересного не происходит. Правильно говорят, что бояться надо не смерти, а пустой жизни. Я была Екатериной, которую убили. Ну, в принципе, все были знакомы, все были друзья, которые снимали. Мы тогда хотели показать мир, что наркотики это плохо. Вы работаете и на нунте, и на куматрии, и сербери, но вы имеете сисионы фото private. Что preferите ты мне? Ну, мне нравится и свадьба, и куматрии. Есть в этом какой-то свой индивидуальный шарм. Но то что ближе мне, обычно для меня, так это, я считаю, что индивидуальные фотосессии, когда можно уделить гораздо больше времени одному человеку. Ты можешь его больше раскрепостить, больше фотографий сделать, именно таких интересных, будем говорить. Когда ты снимаешь на куматрии либо на свадьбе, ты должен быть готов абсолютно в любой момент, что ты должен встать и пойти делать. Ты должен быть подготовлен от А до Я. Позы, все. Изначально продумать у себя в голове это все. Потому что в свадебный день, в принципе, люди никогда не думают о том, как они вышли на фотографии. Они думают о том, сколько у них там стаканом, хватает у них места для гостей, кто-то им там звонит, что-то у них происходит. Они никогда не думают о фотографии. Они думают, да, быстрее, быстрее, быстрее. Ты должен быть готов к тому, что человек торопится. И тут ты должен предусмотреть то, что он будет переживать за что-то, чтобы его максимально расслабить, успокоиться, и сакцентировать его внимание на себе. Вот это вот самое главное, я считаю. Ты говорила, что есть очень важный момент психологический у людей. Как ты успеешь, на сессии, в фото, расслабить человеку, если у него есть эмоции, или поговорить с ним? Если ты не знаешь человека, для начала надо с ним познакомиться, узнать о нем. Как он слышит этот человек? Что его вдохновляет? Потому что у каждого из нас есть то, что нам нравится, то, что нам не нравится, что его вдохновляет. Это когда человек начинает рассказывать о себе, он начинает больше тебе доверять. Ты также рассказываешь ему о себе. Знакомство – это самое главное, я считаю. И если ты смог познакомиться с человеком, и уже перешел на более такие темы, что ему в приоритете для него, в приоритете в жизни, то человек сам по себе начинает расслабляться. Мы скованы только тогда, когда мы не знаем, что ожидать. Когда мы переживаем, когда мы боимся, когда мы лишаем человека этих эмоций отрицательных, естественно, по-другому идет работа. Это такой вопрос интересный. Я бы хотела кого-то в будущем научить, тому, что я знаю, допустим. Но я считаю, что я еще сама не достаточно образована для того, чтобы кого-то обучать. Я еще сама находюсь в процессе обучения. И пока я в себе не уверена, что я могу дать человеку корректную информацию, я не буду начинать обучать других людей. Хотя уже могу. Я думаю, что это было бы реально. У нас люди, в последнюю очередь, думаю это фотографии. То есть фотография для них это не приоритет. Фотография это как роскошь. И, естественно, фотографов сейчас уже начали чаще приглашать. Но раньше, а фотографов даже у нас в Молдове не знали, что есть такие люди, только пока не придет свадьба. И сказать, что я покрыла все расходы, которые мы потратили, то нет, даже 5-10%, правильно сказать, не было покрыта. Это очень дорогое удовольствие, на самом деле. И для того, чтобы покрыть все расходы, необходимо работать очень много усердно и над собой, и вообще. Для того чтобы быть вдохновленным человеком, необходимо разобраться в своей голове. Полностью искренить все расходы, которые тебя тянут вниз. Как я от них избавляюсь, я занимаюсь спортом. Я посещаю школу бокса уже на протяжении года. Наверное, это так звучит странно. Хрупкая девочка ходит на бокс. Но я считаю, что это спорт для тех, кто силен духом. Я нашла себя в этом спорте. И я считаю, что спорт дает ту возможность, чтобы ты мог найти вдохновление. Когда ты нравишься сам себе в зеркале, ты начинаешь видеть красивое и в других. Когда ты достаточно начитан и относишься ко всему не с агрессией, то ты начинаешь видеть и в других что-то хорошее. Не плохое, а хорошее. И что необходимо для того, чтобы вдохновиться фотографией. У нас есть такие программы, как Instagram. Сейчас все там сидят. И в Instagram можно найти абсолютно все, что угодно. И фотографии, и абсолютно все, что нам необходимо. Мотивы всегда разные. От человека зависит, с которым ты работаешь. Каждая съемка всегда индивидуальная. Она не похожа на предыдущую съемку. У меня не было ни одной съемки, которая была похожа на предыдущую. Даже если я шла и думала, что я уже такое делала. Все, классно будет. Я когда приходила, всегда было что-то новое. Поэтому, когда я иду на съемку, я стараюсь предусмотреть даже то, что... Ну вот нереально предусмотреть. Беру все оборудование с собой, которое у меня есть. Если бы даже не было, я бы его взяла. Ну а ведь самовредцевая креативная студия у Альвостру. Студия. Это роскошь на данный момент. Если у тебя есть свое помещение, то рентабельно иметь свою студию. Если ты снимаешь помещение, то ты больше зайдешь в минус, чем получишь результат от студии. Я считаю, что в будущем я планирую даже из своего личного двора я планирую сделать студию. И у нас есть еще помещение. Я думаю, что в будущем, когда будут, когда крепнут ноги, когда будем стоять уже крепко на ногах, будет и студия. Как был период пандемии для вас? Ужасная. Пандемия. Не было ни одной работы. Вообще ни одной. В творчестве я не развивалась. То есть какие-то бесплатные съемки чисто для себя я не делала. Так как я подготавливала свою уличную студию. Постепенно работала. У нас шла стройка. И подготавливала белые фоны. Все абсолютно. Вытаскивали, перестраивали. В общем, пандемия сыграла такую роль, что из фотографа я перебралась в такую категорию как строитель. Но я думаю, что для Молдовы это обыденно. И какие планы для будущего? Я имею очень большие цели у себя в голове. Останавливаться на достигнутом ни в коем случае не планируя. Планы развиваться дальше фотография обязательно. Я хочу привить людям ту мысль, что качественная фотография должна быть даже. Это роскошь, которая мы можем себе позволить. И мы можем видеть себя такими, какими мы хотим себя видеть. Какое осталось сегодня фото? В зависимости от того, что желаешь. Разные расценки. Допустим, свадьба и индивидуальная фотография. Это две разные вещи. Индивидуальная фотография на данный момент стоит 700 лей час. Но если мы будем продолжать в том же духе развиваться, то, скорее всего, на следующий год расценки могут повыситься. Потому что людей, естественно, больше становится. И цена повышается в том случае, когда уже не успеваешь. Не успеваешь обрабатывать, не успеваешь отдавать, не входишь в те сроки. Брать больше работы на себя, допустим, больше съемок брать и оставлять ту же стоимость не хочу. Потому что уровень качества фотографии тоже будет падать. Так как я люблю качества и я перфекционист, и я не думаю, что это хорошая идея. Просто для того, чтобы получать удовольствие, необходимо много времени. Для чего есть необходимость для начать активность в этой сфере? Желание, в первую очередь. Желание развиваться, работать над собой. Если есть желание работать, то все под силу. Если ты ленив сам для себя, то результаты можешь не ждать. Фотография, как и любой другой бизнес, требует очень много внимания. Он требует очень много времени для того, чтобы изучать это. Вроде бы считаешь, что есть камера, и все, ты пощелкал, и классно. У тебя будут классные снимки, ты уже фотограф. Но на самом деле для того, чтобы получать действительно хороший результат, необходимо знать не только фотографию. Ты всегда развиваешься фотографией, такого нету, что ты остановился. Я могу сказать, сколько я учусь. Кого-то обучать я еще не обучала. Сколько я учусь? Я учусь каждый день, когда взяла фотоаппарат в руки. Вот клянусь, каждый день я встаю утром, делаю все свои женские дела по дому. Там приготовить все, что необходимо. И потом я сразу сажусь за компьютер. И сижу допоздна. Вечером я час имею право погулять, отдохнуть. Все. А так каждый день ты находишься в процессе обучения. Ты находишь новую технику для изучения ее. И для того, чтобы узнать новую технику, ты как минимум тратишь месяц-два, чтобы повторить то же самое, методом проб и ошибок. У нас в Молдове нет той школы, которая научит тебя ретуши. Научат пользоваться камерой. Базовые какие-то курсы, да. А вот именно ретушь, это надо ехать куда-то за границу. Такое обучение, ну, я выбрала для себя учителя на будущее. Такое обучение стоит как минимум 600 евро. Да, вполне. Очень много даже фотографов, которые работают только с телефоном. Телефон сейчас, он дает настолько хорошую картинку. И есть и постпродакшен, такие как Lightroom для телефона. Тот же Photoshop для телефона есть. Ты можешь обрабатывать снимки. Естественно, это не будет такое качество, как ты обработал фотографию снятую на камеру и обработанную на яблоки. Но, тем не менее, это будет хороший результат. Используются две базовые программы, это Lightroom и Photoshop. Lightroom это цветовая корекция, то есть если тебе необходимо изменить цвет, поправить фотографию там в оризонт, в этом плане больше в Lightroom обработка идет. Это первый этап обработки будем называть так. Если уже будем говорить о более высшем качестве, там где тебе необходимо почистить текстуру кожи, заменить фон или зависимо какие у тебя перед тобой задачи, то уже больше работаешь в Photoshop. Для чего начну я леса фальшерс бизнес без тех вот тари, да, как и спуск, если мать зовут Атакова? Для того, чтобы там этот бизнес продвигать, там необходимо находиться, там необходимо иметь старт. Так же и финансовый, и для жилья, и знакомство, с кого ты будешь начинать связи. Здесь намного легче, потому что тебя люди, хоть какие-то люди, но тебя знают, у тебя уже есть свой круг общения. Там этот круг общения необходимо налаживать. Вполне вероятно, в будущем и там будет фото-го, но на данный момент фото-го в Молдове. Что сфатуре у тебя для начала фотографии? Много работать над собой, много работать за компьютером и верить в себя. Много образования, не стесняться себя. Часто бывает такое, что когда ты начинаешь фотографировать, у тебя очень много комплексов, ты думаешь, что все не так сделал. Самое главное, очень много работать. Ты думаешь, что ты сделал десять фотографий, тебе нужно сделать сто, двести, пятьсот, тысячи. Чем больше фотографий ты сделаешь, тем лучше ты будешь развиваться. Чем больше работаешь, тем больше результат. Так это работает. Где плена есть пляца для фотографий в Републике Молдова? Мне кажется, что сейчас фотографом себя считает каждый, у кого есть смартфон. Ну, я лично это так вижу. Потому что я даже смотрю, как в Инстаграме подписываю, там, сфотографировала Абай, не знаю как. Люди просто подписывают друзей, которые их сфотографировали. И я понимаю, почему это так. Потому что на данный момент уровень фотографий в Молдове очень низкий. И люди просто не понимают, где действительно качественный снимок и где некачественный снимок. У нас такое ощущение складывается, как будто образованности в этом направлении абсолютно никакого нет. Я из-за границы сюда, в Молдову, прививаю постпродакшн. То есть ту самую ретушь. Люди не знают, что такое ретушь фотографии. Что можно обработать снимок на более высшем качестве, на другом качестве для печати, для большой печати. Как бы это делается. Но делается не на том уровне, на котором я это вижу. Что я хочу привить для нас, для нашей страны, это повысить уровень самой фотографии. Вначале я думала, что я просто нажму на кнопку. У меня будет сразу шедевр. И я буду знаменитая. Многие могут подумать, что я чересчур многого хочу. Либо я себе чересчур высокую планку поставила. Но каждый ставит себе планку сам. И добьюсь ли я этого, покажет только время. Но то, что я стремлюсь туда, это уже многое значит. Мы вам спасибо большое за интервью. Спасибо вам. И вам очень успешно. И мы, стимати, впервые, увидимся в следующем выпуске «Дирекция Сучес». До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok